Ну что, всем привет, с вами Лена Фрост и сегодня на моем канале будет челлендж. Сейчас я заранее посадлюсь в хундамент и потом объясню вам суть этого челленджа. В общем, суть челленджа состоит в том, чтобы за 10 минут без каких-либо редактирований видео, без вставки музыки, каких-то спецэффектов, просто чисто поговорить с вами на камеру, такая, какая я есть, и все это за 10 минут. То есть не обрезать, ничего не вставлять, вы увидите меня такой, какой я и есть. У меня нет запланированного сценария, я даже не знаю, о чем с вами говорить, но тем не менее я хочу, чтобы некоторые люди посмотрели на меня и узнали, какой он на самом деле человек, потому что много людей, которые не общались со мной вживую, и я думаю, что это видео, этот челлендж даст возможность показать, посмотреть, какая я вот такая вот все настоящее, без всего, ну, без каких-то сценариев, без запланированной специальной речи и того далее прочее. В общем-то, как вы уже видите, это видео выйдет раньше, чем мой влог, который я снимаю, вы видите то, что я немножко изменилась, покрасилась, и мне это действительно нравится, потому что я хотела вот такой вот цвет, отросшие корни, как говорится, потому что когда я приехала в парикмахерскую, чтобы делать эту прическу, парикмахер, который делал мне ее, и те клиенты, которые там были, они долго не могли понять, что же это будет, потому что меня красили два раза, сначала корни, потом основной цвет, и когда они спрашивают, что же это будет, парикмахер ему объяснял на своем языке, а я такая, это будут отросшие корни, и все сразу понимали, что же это будет. Не знаю, эта тенденция сейчас идет, либо же мне просто захотелось, но вот, мне захотелось как-то измениться, что-то новенькое, не знаю, как в дальнейшем я меняться, либо останусь пока в таком стиле, так называемом, но мне пока все нравится, меня пока все устраивает, тот цвет, который я хотела, я добилась. В общем-то, если вас интересует какая-то информация, как я осветлялась, как я добивалась каких-то результатов, вы все мне можете написать, я сниму отдельное видео, которое будет посвящено теме моих волосам, отдельная тема моих волос, но это будет смешно, конечно, но ладно. Если есть вопросы, задавайте, я, конечно же, отвечу, помогу вам, всем все покажу, я каждую краску, которую я покупаю, которую я пользуюсь, я все фотографирую, чтобы потом в дальнейшем ответить на ваши вопросы, потому что много людей задают подобные вопросы. Вот, ну, отойдем от темы моей прически, но мы поговорим с вами о том, что же сейчас происходит вообще в моей жизни, что же сейчас происходит со мной, и что со мной происходит, неужели минуты, я не знаю, что еще мне сказать. Но за этим это видео будет обрезано, потому что таймер на моем фотоаппарате, он снимает всего 10 минут, поэтому я отключусь, я потом снова включу, если будет какие-то две паузы, но это единственное, в чем я сделаю свое редактирование в этом видео. Это видео я посмотрела одного блогера, русскоизвечного, точнее, он даже белорус. Поэтому я решила тоже, наверное, это будет очень интересно, также с вами поговорить просто ни о чем, наверное, поговорить ни о чем. Как всегда, вот в чем-то да. Я снимаю в общежитии, поэтому извините за такой интерьер, потому что я не знаю, где еще снять это видео. Я захотела, я решила то, что нужно работать все-таки и самореализовываться над тем делом, которое тебе действительно нравится. И в один из дней я понимаю, что у меня довольно редко появляются видео, но как только я захожу на YouTube, я хочу снимать новое видео. Я понимаю, а почему же ты, если ты хочешь снимать новое видео, ты сидишь и ничего не делаешь. И целую ночь я же думала, что мне снять, я так хотела снять хоть какое-то видео, и сегодня, у меня сегодня выходной, и сегодня стало в таком настроении хорошем, что я думала, нет, хоть что-нибудь, у меня была эта задумка уже давно, я уже смотрела это видео такого плана давно, и я думаю, вот, под момент, когда у меня шикарное настроение, когда я хочу включить камеру и просто поговорить с вами без ничего. Я думаю, оно вам понравится. Я думаю, оно вам понравится, вы оцените его и узнаете, может, у меня в чем-то лучше. Дело в том, что у меня сейчас приходит практика в школе, и мне это действительно нравится. Я рада, что все-таки я выбрала эту профессию, на которую я сейчас учусь. Я люблю, в общем-то, общение, что я определила мой факультет, мою профессию в будущем. Мне это все очень нравится, то есть я получаю кайф. Если некоторые люди устают от практики и приходят с плохим настроением, с усталостью, то у меня сейчас такое безбашенное настроение после практики. Я могу проснуться с утра, пускай мне ехать очень далеко до того места, где я прохожу эту практику. Но я приезжаю, и у меня дети заряжают такими положительными эмоциями. Мне попались такие замечательные дети, с которыми я нашла общий язык, с которыми мы шутим, и в то время я выполняю свою непосредственную работу. И мне это нравится. Я очень благодарна тому классу, который мне попался. Два класса, это два девятых класса. Я думаю, вы будете смотреть это видео, поэтому спасибо вам большое за то, что вы меня поддерживаете, помогаете мне в моей нелегкой работе, в первом моем таком профессиональном поприще, наверное. И все-таки я очень рада, очень довольна, что я получаю удовольствие от того, что я делаю. И вот видео это тоже связано. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, но я человек по натуре не совсем... Эх, да? Но я человек по натуре не совсем творческий, поэтому иногда идеи к видео мне приходят очень сложно. Я порой хочу что-то снять, но мне это дается очень сложно, и я не знаю, что же снять. Я не хочу, чтобы видео были каким-то глупыми, хотя, может быть, многие так и считают, что все мои видео, в принципе, глупые, но есть люди, которые оценивают эти видео достаточно хорошо и положительно. Вот. И мне, в принципе, не доставляет никакого труда снимать. Я очень рада, что, например, сейчас в моей жизни находится... Жизнь находится на таком равновесии, то, что, в принципе, у меня все хорошо. В принципе, у каждого человека все хорошо, однако мы настолько затрудняем свою жизнь своими проблемами, своими какими-то нерешенностями, либо боимся принять каких-то решений, что порой это кажется настолько глупым. Ну, конечно, посмотреть на чью-то жизнь – это легко, дать совет – это тоже легко, но свой же совет принять в своей ситуации – это довольно сложно, и никогда никого не осуждаю за это. Вообще, по-настоящему, наверное, с последних два года я стала очень добрым человеком, что мне в определенности помешает, потому что много мои знакомые говорят о том, что я слишком добрый человек и не различаю эту грань, где нужно открываться людям, а где им нельзя. Вообще, я и открытый человек, и это тоже мне очень мешает, потому что очень много людей крысных, очень много людей злых, и поэтому это тоже все мешает, и не дает как-то до конца, может быть, верить людям. Но все же, я все равно верю людям, я все равно доверяю всем. У меня закончился таймер. Это продолжение. Я все равно доверяю людям, пускай очень больные поступки они не делали, я всегда открыта, и я очень, я быстро прощаю людей. Может быть, это тоже моя одна из плохих черт, которых я сама в себе не люблю, сама в себе как-то топлю, гублю, потому что действительно нужно помнить зло, которое тебе делают, но однако не так сильно припоминать. В общем, я не знаю, как это объяснить, но то, что я добрый, открытый человек, и мне порой это очень мешает, это действительно так. Вот так. В принципе, 8 минут мне дались очень легко, потому что я разговаривала на темы, которые, может быть, дадут вам хоть какую-то капельку информации обо мне, и, может быть, что-то изменится у вас по отношению ко мне. Что еще говорите? Я больше не знаю. Я обычно смеюсь и не говорю. Ректируемые видео происходят так, что 2 минуты Лена сказала, 5 минуты Лена посмеялась на то, что она сказала. Ну, вот так. Ну, а сейчас по натуре еще я и очень счастлива, не то чтобы счастлива, а положительный человек. Последнее время я нахожу в люди, даже в тех, которых мне сделали что-то, очень оправдание им. Я не знаю. Я, наверное, всех оправдываю у людей. Будет такое эхо, мне кажется, что я громко разговариваю. Видите, хорошее настроение. Я хочу, чтобы у каждого человека было очень хорошее настроение, потому что зачем грустить, зачем печалиться. Я знаю то, что сейчас. Я кучу раз это говорила, и еще раз повторюсь, сейчас мне настолько комфортно, мне настолько хорошо, что меня окружают те люди, которые рядом со мной. Пусть это какие-то знакомые, но они тоже рядом со мной. Пусть это мои лучшие друзья, которым я безумно благодарна абсолютно всем, которые поддерживают меня, которые всегда находятся, и я всегда приду на помощь. И да, я очень отзывчивый человек. Даже если я мало знаю человека, но ему нужна моя помощь, вы знаете, я, наверное, готова бросить все, но если это, конечно, не учеба. Я готова бросить все и прийти к ним на помощь. Но если это, конечно, друзья, то я способна на большие поступки. Вот. И это тоже, наверное, одна из хороших черт у человека, когда он отзывчивый. Однако доброта не всегда вливается в какие-то положительные эмоции потом, потому что можно сделать человеку доброе, а потом получить, что как бы, ну, тебя и не просили, но вроде бы как-то и соля ты и помог. И вот это вот происходит вот так. В принципе, закончились уже 10 минут. Уже 11 минут идет. И я рада, что я сняла такое видео. Не знаю, я с вами поговорила. Мне, может быть, хочется рассказать вам еще что-то больше, еще чем-то с вами поделиться. Но не знаю, понравится ли вам это видео, потому что в нем я действительно настоящая, действительно та, которая есть. Может быть, в чем-то вы меня поймете, может быть, в чем-то судите. В принципе, это было всегда. Но в последнее время, что я слышу о том, что я делаю, это съемки видео, это люди, в принципе, восхищаются тем, что несмотря на тот негатив, который есть, несмотря на те, может быть, грубые комментарии, либо просто отрицательные комментарии, я продолжаю делать. Он говорит, Лена, а почему ты это делаешь? Как ты вообще-то делаешь? Мы бы давно, типа, опустили бы руки. Я такая, ну, я не знаю, как бы. Мне всегда было как-то плевать на мнение людей, которые, в принципе, сидят дома на диванчике и ничего не делают. Хотя я даже не прислушиваюсь ни к чему, к их мнению. Я делала лишь то, что я хочу, и мне это очень нравится, потому что много людей сейчас я смотрю этот проект, это Рублева-Бирилева, это программа, и там сравнивают жизнь богатых и жизнь бедных людей. И богатые в один голос твердят о том, что вы не говорите то, что вы бедные, вы работаете, вы не говорите, что у вас нет денег на это, вы просто работаете, и все это придет. И большинство людей действительно добивают своих целей путем работы, путем каких-то усилий. И я решила то, что мне, наверное, нужно чаще выпускать видео, потому что я хочу чего-то добиться в этом плане. Я хочу добиться съемки видео, каких-то, ну, я бы не сказать, что грубо, каких-то достижений, но я хочу добиться путем именно видео чего-то. Поэтому я надеюсь, что вы тоже не будете сидеть на месте, развиваться, потому что самая реализация – это самое главное. Потому что когда вы сидите долго и вам скучно, вы начинаете есть себя, у вас пропадает настроение, вы не хотите ничего. А когда вы постоянно в каком-то движении, постоянно в какой-то работе, постоянно что-то делаете, у вас нет времени на самопоедание, грубо говоря, скажу так. И поэтому я люблю этот ритм, постоянность занятости, ну, конечно же, нужно находить время уделять внимание близким, друзьям, вообще всем. Но, однако, работайте в первую очередь над собой, это очень-очень важно, развивайтесь там. Лучше не посидите лишний раз в интернете, как это многие делают, посчитайте какую-нибудь книгу, там, или еще что-нибудь, либо посмотрите какие-нибудь курсы, там, как добиться успеха, что-нибудь такое. Всегда какая-то деятельность, она к чему-то подталкивает. Я в этом убедилась как на своем опыте, так и вообще много общаюсь с людьми, которые достигли многого, и они действительно не работают, они никогда не сидят на месте, у них даже пора не хватает времени на отдых, на сон. Но мне нравится такой ритм, я люблю это, и я всегда за это. Поэтому поспать нам всегда успеем, еще придет старость, мы выспимся, и належимся, и интернет тогда тоже будет, мы все будем делать. Поэтому работайте, развивайтесь, и будьте собой. В первую очередь, будьте собой, не подстраивайтесь ни под кого, и смотрите только за собой, и не сравнивайте себя, потому что сравнение порождает запись, а запись это всегда плохо. В общем, я такая, какая и есть. Спасибо большое, за что досмотрели это видео до конца. Будьте добрее, это мой залог, моего успеха по жизни, моего настроения, и вообще, моих друзей. Всегда будьте добрее, оно принесет очень много чего в жизни. Ну а с вами была Лена Фрост, и это голый челлендж, который, как вы видите, я не голая. Вот. В общем-то, спасибо большое всем, кто смотрит мои видео, кто вносит частичку себя в них, путем каких-то комментариев, путем помощи какой-то мне. Я вас всех очень люблю. Пока-пока. Надо же сейчас, как-то и буду чуть-чуть. Пока-пока.